Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами разговариваем о двух процессах, которые могут происходить в вине. Это окисление и скисание. Часто эти процессы путают, поэтому мы с вами о них поговорим. Поговорим, в чем отличие, поговорим, насколько они опасны, либо не опасны для вина. И в ближайшее время, ну не знаю, насколько ближайшее, получится я хочу выпустить ролик по хранению вина. Но опять же, чтобы перейти к теме хранения, нам надо понимать все же некоторые процессы, которые в этом самом вине происходят. Итак, начнем. Что же такое скисание вина? Это появление неприятного кисловатого запаха и вкуса, именно неприятного, резкого. И если мы говорим о вине, то это уксусное скисание. Ну, что такое уксус, знают все. Как пахнет уксус, какой он на вкус, тоже знают все. И здесь очень важный момент. Часто появляются комментарии, я пробую вино, оно кислое, что оно скислое? Нет, нет, еще раз нет. Это два абсолютно разных процесса. Напомню, что такое уксус, знают все. И вот если пошел этот запах уксусный, если во вкусе вот все такое резкое, а если еще и кленочка появилась, да, это пошло уксусное скисание. Но если просто вино кислое, для него это нормально. Много-много раз я проговариваю, что в виноградной ягоде содержится кислота. Конечно, зависит от степени зрелости. Особенно, если мы любим использовать вино-виноград хоть какой, недозревший и прочее, то ваше вино будет кислым. И это нормально, особенно в процессе брожения, когда у нас сахар уходит, да, он сбраживается. И кислота вот, они были, ну так плюс-минус на разном уровне. Сахар ушел, кислота осталась и стала более заметной, более яркой. Но это никакое не скисание, это просто кислое вино. Более того, вот такие кислые вина, они будут достаточно хорошо храниться. Потому что кислятину любят далеко не все, а точнее наоборот, ее не любят, и микроорганизмы ее не любят. И поэтому такие вина, они будут хорошо храниться, они будут стабильны. Ну, про кислоту сегодня не будем, да, тема наша немножко другая. Так, какие же у нас причины скисания? Есть подробное видео, почему вино может превращаться в уксус. Ссылку я вам оставлю. Сегодня разговариваем кратко. Первое, это низкий уровень спирта, потому что при определенном высоком уровне спирта уксусные бактерии, а именно они, являются причиной скисания вина. Так вот, при высоких уровнях спирта они не развиваются. То есть, первая причина, невысокий спирт, но он обязательно должен быть. Потому что как раз таки процесс скисания, появления уксусной кислоты, это превращение спирта, спирта в эту самую уксусную кислоту. А дальше доступ кислорода длительный и большой контакт. То есть, если вы открыли вашу бутыль, емкость с вином, даже на час, ничего страшного, критичного не произойдет. И в уксус это все не превратится. То есть, для превращения в уксус надо долгое время контакт с кислородом, ну, чтобы было достаточно тепло, то есть, плюс-минус комнатная температура. И, конечно же, нарушение технологии. Вот бездумное добавление сахара, бездумное добавление воды, тоже сегодня я подробно на этом не останавливаюсь. Оно также может приводить к этой самой уксусной порче, к уксусному скисанию. Но при наличии тех факторов, о которых я сказала перед этим. И в первую очередь, долгого доступа кислорода. Ну, и, конечно, раз мы огласили причины уксусного скисания, то мы понимаем и как этого избежать. Ну, здесь все просто. Минимальный доступ кислорода, тогда, когда у нас уже наше вино отбродило, помним про правила полной тары, брожение закончилось. Все, емкости должны быть обязательно заполнены до верху. Ну, и, конечно же, соблюдение технологий, хотя бы минимальных, и соблюдение чистоты. Опять же, более-менее чистоты, не обязательно там стерилизовать каждую баночку, каждую бутылочку, которую вы используете. Самое главное, это работать вот с такими вещами, различные переливочные шланги, потому что здесь создается как раз-таки среда для развития ненужных нам микроорганизмов. И еще буквально пару слов, опять же, больше будем говорить об этом в видео про хранение. Вот часто считают, что финальный этап вообще вина, да, любого, это превращение в уксус. Нет, для уксуса нужны определенные условия. Переходим к следующему вопросу. Другой процесс, который имеет, скажем так, несколько близкое название. Это окисление. Что же такое окисление? Окисление – это присоединение молекул кислорода к определенным веществам, которые содержатся в вине. Ну, и, конечно, любая химическая реакция, любое присоединение, либо отсоединение того или иного химического элемента, либо группы химических элементов приводит к изменению свойств тех веществ, которые претерпели эти самые химические реакции. И вот наше вино, а точнее еще сусло, с того момента, как только мы ягодку раздавили, подробили, уже начинает быть подвержено окислению. Потому что кислород у нас везде, и сделать все в абсолютном вакууме просто невозможно. И процесс окисления у нас делится как бы на две группы. Это окисление ферментативное. Когда оно происходит, то есть кислороду, на самом деле, не просто так присоединится к какой-то молекуле. Нужно что-то еще. Первое – это ферменты, которые содержатся в самой ягоде винограда. А второе – так называемое неферментативное или химическое окисление. Но там тоже, на самом деле, нужны определенные вещества. Чуть-чуть позже об этом поговорим. А вообще, сама тема окисления – тема очень сложная. И в этом видео я вам хочу только донести разницу между скисанием и окислением и дать общее представление об этом процессе. Подробно, я думаю, что мы уже разберем в следующем сезоне. Потому что, повторюсь, на самом деле тема не просто сложная, а сложнейшая. Итак, я вам уже сказала, что все начинает работать с того момента, когда мы ягоду подробили. И вот первое окисление, которому наше сусло начинает подвергаться – это ферментативное окисление. И в одном из видео, когда я вам рассказывала про термообработку, сусил термообработку ягод, я говорила о том, что такая термообработка позволяет вот эти самые ферменты уничтожить. Они есть в самой ягоде раз, и их очень много, но это отдельный фермент у винограда, который подгнил, который поражен гнилью. Вот у этой самой гнили фермент вообще очень-очень сильный. Так вот, пока брожение не началось, эти ферменты имеют свою активность, если мы их не убили, и способствуют окислению нашего сусла. Но как только начинается брожение, у нас появляются восстанавливающие вещества, которые делают эти реакции, которые происходили, окислители обратимыми, восстанавливают, и сами ферменты, вот эти окислители, они исчезают. А даже учеными был проведен опыт, значит, сусло было оставлено на воздухе на 12 часов. Оно стало коричневым, потом запустили дрожжи, процесс пошел, и сусло поменялось свой цвет на светло-желтый. Но смотрите, какой важный момент. В сусле, да, бродящем окислительные ферменты разрушаются. Но, если мы сбраживаем все на мезге, то часть мезги у нас находится сверху. Вот смотрите, здесь у нас бродит все с мезгой, и несмотря на то, что здесь крышка закрыта, достаточно неплохо, мы видим сверху покоричнение, а снизу его нет. То есть на твердых частях винограда, которые не в сусле, не в жидкости, ферменты остаются, и окисление там происходит. А внизу, видите, у нас все красивое и светленькое. Конечно, если бы я регулярно здесь все перемешивала, то все было бы светленькое, все ферменты бы разрушились, но здесь все было оставлено в этой баночке так, как есть, поэтому имеем то, что имеем. Но это вот вам как пример. Что же еще влияет на процессы окисления, кроме наличия кислорода? На процессы окисления влияет температура. Чем она выше, тем процессы эти протекают быстрее. Поэтому, например, светлый виноград, его стараются перерабатывать при достаточно низких температурах, стараются охладить ягоду, может быть, осуществляют ночной сбор, как раз таки, чтобы уменьшить эффект окисления. Дальше, что еще влияет? Солнечный свет. Причем кратковременно, кратковременно ничего страшного не произойдет. Но если долго попадает свет на сусло, то это может усиливать окислительные процессы. Хотя, хотя, смотрите, какая интересная штука. Вот эта вот штука у меня стояла как раз таки на солнечном свете. И стояла очень долго. Единственное, что уже температуры были достаточно прохладные. Ну, то есть, видите, да, частичное окисление у нас есть, но я вам объяснила, почему. Снизу у нас, в общем-то, я бы сказала, что все хорошо. Но, несмотря на этот конкретный пример, вы должны это учитывать. И ваше сусло от попадания прямого, хотя бы солнечного света, все же защищать. И еще уровень pH. Чем он ниже, тем окислительные процессы протекают медленнее. Что еще влияет на процессы окисления? Это химический состав сусла. Ну, тут больше зависит от сорта винограда, потому что некоторые сорта винограда содержат определенный набор химических веществ, которые более склонны к окислению, чем другие. А, например, мускатные сорта, они больше подвержены окислению, чем какие-то другие. По своему опыту могу сказать, что, например, белые сорта прибалтийской селекции, вот это, кстати, супага, ну, по крайней мере, так как я с ними работаю, я бы сказала, что они вообще практически не подвержены окислению. В то время, как с розовыми, да, могут быть при неправильном обращении, ну, там могут быть немножко окислительные процессы. Но так как мы упомянули химический состав сусла, тут следует сказать и то, что добавление серы будет препятствовать окислительным реакциям. И вот одна из ролей вообще, для чего серу добавляют в вино в сусло, это предотвращение окисления. Мы с вами поговорили об ферментативном окислении, также есть не ферментативное окисление, но в этом процессе также участвуют дополнительные вещества, катализаторы. И это ионы тяжелых металлов, меди и железа. И, соответственно, вернемся к химическому составу сусла, то есть от того, сколько у вас будет содержаться в соке, в сусле, этих самых ионов меди и железа, также могут по-разному протекать вот эти самые окислительные процессы. Но, в то же время, вот эти самые ионы тяжелых металлов делают окислительные реакции обратимыми. И так у нас может происходить и окисление, а потом и восстановление. Ну, повторюсь, эта тема сложная, то есть сегодня я вам даю общее представление вообще, что происходит, что такое может быть, подробно, ну, как-нибудь в другой раз. О химии процессов немножко поговорили, сейчас самое важное, на что же это влияет и почему нам это важно. Сейчас маленький пример, как в реальности выглядит окисленное вино. Смотрите, вот это окисленное вино, оно должно было быть розовым, но стало приобретать такой желтоватый оттенок. Пошло окисление. По запаху, это вообще розовый прибалтый, значит, запах клубника, но клубника такая вот, немножко варенька. Во вкусе прослеживается тона Мадеры. Тот, кто Мадеру пил, тот прекрасно знает, о чем я говорю. То есть именно это свидетельствует об окислении. Но это совершенно не имеет никакого отношения к уксусу и совершенно не имеет отношения никакого к уксусному скисанию. Эту вино можно пить, оно абсолютно нормальное. Но единственное, я, например, знаю, каким оно было раньше и каким оно должно было быть вот без этого окисления. Поэтому, ну, как бы я знаю, что вот какие-то тона нежелательны для тех, кто вообще не посвящен во все это, они могут подумать, что абсолютно нормальное вино. Ну, а теперь, в общем, говорим о том, как процессы окисления влияют на вино и на его качество. Первое, что вы уже заметили, да, я вам показала и на этом примере, и на другом примере, это изменение цвета. Белые светлые вина могут становиться каищенными, такими янтарными, красные вина могут становиться кирпичного цвета. То есть изменение цвета у нас говорит как раз-таки о наличии вот этого процесса. Дальше у нас может появиться горечь при полном окислении определенных веществ, содержащихся в вине, они становятся горькими. И одна из причин прогоркания вина, появления вот этого неприятного вкуса, это может быть окисление. Потеря вкуса и аромата вина, либо его изменение не всегда в лучшую сторону. И потеря цвета, потому что некоторые красящие вещества при окислении, они просто выпадают в осадок. Вот показываю пример. Сейчас посвечу фонариком, чтобы вам было лучше видно. Хотя и так видно, да, что это такое вино красное вроде бы, но не сказать, чтобы очень ярко красное. Посмотрите, насколько оно, ну, цвет, конечно, есть, но цвет слабоватый. Может быть, гораздо ярче у этого вина. Ну, я просто это знаю. Поскольку я работаю с этими сортами, да, я понимаю, что получается на выходе. То есть когда у вас изначально было такого очень яркого, насыщенного цвета вино, и потом вдруг оно становится таким блайдненьким, то это тоже окисление. Ну, конечно, вкус и аромат у него не такой, как у того вина, которое не окислилось. Не сказать, что он там очень плохой. Кстати, запах такой немножко, как копченой сливки. Ну, очень специфический. Назовем это так специфически, то есть отличается от того, что должно было получиться и что было изначально. Ну, теперь самый главный вопрос. Насколько окисление и скисание вообще плохо для вина и критично? Ну, я думаю, что со скисанием все понятно. Это однозначно плохой процесс. Его надо максимально избегать и остановить его можно только на очень ранних этапах. Что касается окисления. Окисление не всегда плохо, это раз. Во-вторых, оно не всегда критично. Я вам показала пример номер раз. Да, вино изменило свой вкус. Да, вкус специфический. Но это вино абсолютно спокойно можно употреблять. То есть оно не критически испорчено. Я уже рассказывала в одном из видео, что у меня есть вермин сделан в трике из белых и розовых прибалтов. Из розы он стал такого янтарного цвета. И там очень интересно появился тон зеленого, прям такого химозного яблока, вот ароматизатора. Понятно, там еще травки, то да сё, но честно говоря, мне этот тон очень нравится. Ну, мое мнение, что он придает именно такую вот классную пикантность и изюминку вот тому вину. А, конечно, есть вина, для которых очень критичное окисление. Например, мускат. Мускат окисление не любят, потому что вот именно эти вещества, которые отвечают за мускатный тон, вот этот яркий, выразительный, они очень сильно подвержены окислению. Гристые вина, вина европейского типа, ну, для них окисление плохо. В то же время, кахетинские вина, специальные вина типа Хереса и Мадеры, там наоборот окисление это круто, да, и не делается в оксидативном стиле. То есть окисление такой специфический процесс, который в одном случае благо, а в другом вред. Ну, и если мы, в принципе, говорим даже о более-менее европейских винах, да, вы можете подумать, что кислород это плохо всегда. Нет, даже в этом случае кислород плохо не всегда. Важен его баланс. Избыток кислорода, да, может быть плохо. Я уже сказала, что может ухудшать качество, может ухудшать вкус, может ухудшать цвет. В то же время, недостаток кислорода, это тоже может быть плохо. Это может затруднять развитие вкуса и аромата, потому что на самом деле, вот это развитие вкуса и аромата у вина, оно строится на окислительно-восстановительных процессах, и там сложнейшие цепочки. Вот пока я не лезу, да, просто вам рассказываю о том, что это есть. В одном из документальных фильмов, если я не ошибаюсь, в Мандовина, показано, как очень известный энолог, его называют летающим энологом, Мишель Дролан, приезжает на производство, говорит, все, микрооксидация, микрооксидация. Напомню, выдержка в бочках, это тоже окисление, только очень медленное. Бочка дубовая, это не только аромат дуба, это вот проникание кислорода через клепки, через досочки на бочке. Очень такая маленькая, да, очень дозированная. Оно тоже позволяет вину приобретать свои уникальные свойства. Ну и теперь, конечно, у вас может возникнуть вопрос, и что нам с этим всем делать? Да, как нам понять, когда нужно что-то делать, когда не нужно, когда защищать, когда не защищать? Да, тема сложная. Ну, давайте соблюдать хотя бы какие-то базовые правила. Первое, использовать качественно хороший виноград, никакого плохого, подгнившего там и прочее, прочее. Если вдруг по каким-то причинам нам надо перерабатывать именно такой виноград, да, не совсем хороший, значит, мы пользуемся либо серой, либо проводим термическую обработку. Отдельное видео по термической обработке есть, ссылку я оставлю. Следующий момент, пример я вам показала, то есть, когда у нас все бродит на мезге, мы периодически перемешиваем, чтобы вот это вот смачивалось, да, ферменты разрушались, кроме того, что мы будем разрушать окислительные ферменты, мы еще избежим всяких плесеней, которые периодически могут появляться на поверхности мезги, если мы ее не трогаем. Дальше я вам немножко сказала про свет, то есть, не допускаем, чтобы очень долго прямой солнечный свет попадал на наше вино, на наше сусло. Следующее правило полной тары, тоже несколько раз я об этом говорила, после того, как у нас наше вино закончилось спиртовое брожение, мы обязательно наливаем полную емкость. То есть, если у вас большая какая-то бутыль, и она получается неполной, значит, разливаем на более мелкие. И помним, что окислению больше подвержены светлые вина, светлые сусла, потому что в красных танины, они являются определенным защитным агентом от вот этого самого процесса окисления. Поэтому с красными винами мы можем вести себя несколько свободней, а с белыми, со светлыми, несколько аккуратней. Про температуру я вам тоже сказала, рассказывала, ну, повторюсь, для тех, кто не смотрел, не знал, светлые вина, когда мы снимаем с осадка, мы снимаем обязательно при помощи шлангов. И второй конец шланга мы не вверху нашей емкости держим, чтобы шло разбрызгивание, а опускаем вниз. Тогда контакт с кислородом будет несколько меньше. Ну, конечно, вы наблюдаете за тем, как ведут себя ваши вина, как ведут себя ваши сусла, потому что все мы работаем с разными сортами. И даже если мы работаем с одним сортом, все равно химический состав вашего сусла и моего будет отличаться. Потому что разный уход, разный минеральный состав почв и все остальное. Поэтому вы наблюдаете и смотрите, как оно себя ведет, как оно развивается. Ну, напомню, что в некоторых случаях вот этот оксидативный тон, он вполне себе придает определенную пикантность и изюминку конечному продукту. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok